Она вышла из типографии только в пятницу и уже стала поводом для дискуссий и обсуждений. Книга «Убийство демократии», операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период. Классика жанра, есть главные герои, добро и зло. США с одной стороны, Восточная Европа, постсоветские страны, Латинская Америка и Сирия с другой. Никакой фантастики, только научный подход. Вархатные революции 88-89 года в Восточной Европе эта работа стартовала в 1947-1948 году. И эффект ее постоянно аккумулировался. Методология, сети, методы работы, эффект от них постоянно накапывался. И в тот момент, когда Советский Союз потерял политическую волю и лишил государства Восточной Европы своей поддержки, тогда, собственно, и был получен необходимый для Вашингтона результат. География авторов обширна. Над книгой работали и в Калифорнии, и в Красноярске. Исследователи десятилетиями занимались теми проблемами, о которых здесь говорится. Влияние США в других государствах, методы и цели. Неправительственные и некоммерческие организации, военные базы – все это лишь умелые инструменты для подрывной деятельности государств. Методы холодной войны переносятся на уже новую Россию. Агрессия, неучет интересов, преступления. Все это прекрасно показано. Мы должны показывать агрессивную роль Америки и как она работает против наших национальных интересов. Но мы не должны подать вот то, что привело, кстати, к распаду СССР тоже. Вот эту простую ловушку. Вот есть враг, наших проблем нет. И вот если мы разоблачим врага, то мы себя сохраним. Важность не столько книги, сколько борьбы с неуёмным Вашингтоном подчеркнули на встрече представители посольств Сирии и Боливии. Вашингтон не интересуется ни демократией, ни правами человека, а с точностью наоборот. Терроризм, с которым воюют США, их союзники из Мали и Афганистана – это тот же самый терроризм, который США поддерживает в Сирии. Страны, которые крутятся вокруг вашингтонской демократии, никакого отношения к ней не имеют. Обвинения авторов аргументированы, но не все с ними согласны. Для американцев нужно, конечно, не сбаламучивать здесь воду, не устраивать какие-то, так сказать, фокусы, потому что они сами от этого страдать будут. Чем они больше здесь будут, так сказать, кормиться от каких-то вот таких вот событий, да, тем больше к ним народу будет бежать. Из России, из Азии или их союзников. Люди будут бежать туда, где спокойно и где можно не умереть с голоду. Вот они и получат себе такое, вот миллионы беженцев. А зачем это им? О самой России в этой книге практически ни слова. На нее и 400 страниц, посчитали авторы, будет слишком мало. Лика Скрябин, Алексей Аносов, специально для телеканала 1612.